Русские сувениры. Соломенные куколки, белорусский лён, музыку. Дидюлю очень любят мои друзья за границей. Сало. Может, продукции и хватает, но, наверное, как-то она неправильно выставлена, что ли. Солома, тканевая какие-то, это всё неинтересно. У нас скучные сувениры, и магниты в том числе. Всё скучное. Поэтому в качестве сувениров особо из Минска мы, если везём какую-то свою продукцию, мёд, допустим, везём. Ну, такое, что интересно. Дело в том, что очень часто белорусские сувениры не несут никакой функциональной нагрузки. И получается, что дарить вещи не нужно, и смысла нет. Это во-первых. Во-вторых, очень часто можно встретить сувениры, вроде бы с белорусской тематикой, но китайского производства. И, как ни странно, они более привлекательны, чем белорусские. Какие-то изделия из льна, скатерти, салфетки. Тканей же вообще практически нет в магазинах. А если она есть, то она вообще там бешеные деньги. И половина син... И где половина? Там 100% синтетики. Соломенные всякие эти штучки, такие статуэтки. Возможно, ручники, скатерти из льна. Очень не хватает. Только в государственных. ЦУМ, ГУМ. Ну, и дорогостоящая очень продукция такая всегда получается. Хотелось бы добавить, чтобы именно народные мастера выставляли какую-то свою продукцию. Вот как в дудудках, наверное, вот такого рода. Глиняные сувениры, керамика такого формата. Я знаю, что белорусские сувениры очень любят в Германии. Если их хватает, то они очень дорогие. Надо пересматривать и обновлять этот ассортимент. Он очень... Бывает, иногда заходишь, больше бы и выбрал что-то. Очень мало... Вот, допустим, если тарелки брать, стены, то на них очень мало. Одна и та же. Вот идет красный костел, библиотека. Может быть, более широкое что-то сделать. Своим друзьям привез свои сувениры из Туркменистана. Такой классный платочек такой. Мне очень понравился. Жена обрала. Я думаю, обрадуется.